Российский институт стратегических исследований представляет РИССИ, Российский институт стратегических исследований, государственное, научно-исследовательское учреждение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение деятельности высших органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации. В мировой истории нередко случается, что одно государство использует другое для борьбы со своим геополитическим соперником. В древнейшие времена Карфаген втягивал Спарту в войну с Римом, а Ватикан инспирировал поход шведов против Новгорода. В 18 и 19 веке Великобритания натравливала Турцию на Россию. Часто мощные международные игроки способствовали формированию целых государств для их использования против конкурентов. Мы недавно видели, как западные страны создали проалбанское Косово и используют его как инструмент против Сербии. В начале 20 века Австрийская империя вложила немалые средства в формирование сепаратистских антироссийских настроений среди своих граждан русской национальности с целью создать антироссийский центр сил, который мы теперь имеем на Западной Украине. Недавно глава румынского государства Троян Бесеско, выступая в эфире одного из румынских телеканалов и оценивая ситуацию Второй мировой войны, комментируя действия маршала Антонеско, напавшего на Советский Союз вместе с Гитлером, заявил следующее. Если бы я был в тот исторический момент, то отдал бы такой же приказ, потому что у нас был союзник, а нам надо было вернуть территорию. Если бы были те условия, вероятно, я бы так и сделал. Президент Румынии Троян Бесеско. Румынская активизация на восточном направлении, она за весь период истории этого вопроса, она периодически возникает. И как правило, как правило, это возникает благодаря вмешательству внешнего фактора. Внешний фактор это прежде всего Запад, если говорить о современном этапе, это прежде всего Соединенные Штаты Америки, это НАТО, это ЕС. И Румыния в основном выполняет установку этих сил. Хотя, конечно, это совпадает и с интересами, с амбициями собственно румынских националистов. Это идея большой Румынии, она исторически давно фигурирует. Но хочу еще раз подчеркнуть, это отчетливо видно, что за усилиями Румынии стоит внешний фактор. Для того, чтобы понять, почему так агрессивно настроен нынешний президент Румынии, следует посмотреть, а как же складывались российско-румынские отношения раньше. И откуда, собственно, взялась Румыния на карте мира? Примерно в 14 веке формируются два княжества. Молдавское и княжество Валахия. В 15 веке оба они были завоеваны Османской империей. В 16 веке появилось Трансильванское княжество, также попавшее под контроль турецкого султана. В 17 и 18 веках часть территорий княжеств отошла Австрии. Православное население княжеств жестоко угнеталось и австрийцами, и мадьярами, и турками. Особенно страдали православные в Валахии и Молдавии под исламским игом, которое было таким же тяжким, как в Греции, Болгарии и Сербии. Будущее всех этих народов оказалось связано с борьбой России против Турции. Судьба армян, грузин, сербов, греков, болгаров, молдаван оказали целиком и полностью зависящей от России. Ради спасения единоверных народов, ради выхода к торговым путям Черного моря, ради борьбы с работорговлей Россия вела войны с Ираном и Турцией. За Тегераном и Стамбулом стояли Англия и Франция, которые боялись, что Россия выйдет к южным торговым путям и освободив от исламского рабства православные народы, сделает их своей опорой и в результате получит контроль над проливами Босфором и Тарданеллами. В результате русско-турецкой войны 1768-74 годов по кучу к кайнарджийскому миру Россия получила территорию Украины до Южного Буга. Во время войны 1787-91 годов Турция при поддержке Великобритании, Франции и Пруссии попыталась отбить у России Крым и Закавказье. Однако, благодаря блистательным победам Суворова, взявшего Измаил, Россия по результатам Ясского мира, подписанного в столице Молдавского княжества, вернула себе территорию между Южным Бугом и Днестром. В Молдавии и Валахии к власти были приведены прорусские государьи. Жизнь людей в обоих княжествах стала намного легче. Но Турция не могла это терпеть и сместила прорусских правителей. В 1806 году началась очередная русско-турецкая война. Она закончилась в 1812 году Бухарестским миром. По нему Россия отошла Бессарабия. Нравится кому-то или нет, но Россия освободила Пруто-Днестровскую Молдову от атаманов и ногайских татар, объединила, восстановила и защитила Пруто-Днестровскую Молдову. Святейший Синод Русской Православной Церкви объединил все приходы молдавской духовной территории и утвердил иерархические структуры Молдавской Православной Церкви, создавая митрополию Кишиневскую и Хатинскую. Кишиневский историк Василий Статия. Были освобождены молдавские православные единоверцы. Однако эти события современные власти Румынии и Молдавии трактуют по-другому. Они рассматривают их не как освобождение от ига, а как насильственное расчленение несуществовавшего в то время румынского государства. События русско-турецкой войны 1828-1829 годов разворачивались в основном в Болгарии и на Кавказе. В результате наших побед по Адрианопольскому договору Греция получила независимость, а Сербия, Молдавия и Валахия – автономия. Таковы результаты жертвенной борьбы России, русской армии и русских солдат. Народы Молдавии и Валахии впервые в 15 века почувствовали, что такое свобода, что значит жить без ига поработителей. К сожалению, в результате Крымской войны, которую Россия вела с Турцией, Англией, Францией и Сардинией, над Молдавией и Валахией был установлен протекторат великих держав. И вместо того, чтобы стать опорой России, освобожденные нами княжества превратились в средства давления на Россию. Румынское государство было сконструировано Францией и Англией после Крымской войны 1856-63 годов с целью использования его в качестве буфера, препятствующего наращиванию геополитического влияния России на Балканах и разрывающего своеобразный славянский мир в Юго-Восточной Европе. Иван Грек из статьи «Объекты внешней политики Румынии». Первым правителем новоиспеченного государства стал бывший офицер русской армии Александр Куза. Но несмотря на это он тут же начал осуществлять прозападную антирусскую политику. В 1860 году он узаконил латинский алфавит для румынского языка. А ведь для молдаван родным языком был церковнославянский. Церковнославянский язык занимал одно из самых почетных мест в иерархии молдавских ценностей. Значительная часть молдаван владела им уже потому, что в раннюю эпоху 40% населения Молдавии составляли русины, потомки жителей Древней Руси. Церковнославянский язык был официальным языком молдавского княжества. Шорников. Молдавская самобытность. Александр Куза конфисковал в пользу государства все имущество монастырей и разграбил православные церкви. Запад вполне поддержал устремления румын, старавшихся румынизировать пророссийски настроенных молдаван, попавших на беду под власть Бухареста. Однако бывший русский офицер Куза недолго правил Румынией. Его поменяли на Кароля I из немецкой династии Гогенцолин-Зигмарингенов. Отсюда стала развиваться идея создания серьезного регионального крупного государства, которое бы выполняло в том числе и геополитические функции, то есть служило оплотом западной цивилизации на Балканах, тем самым создавая и предел российским территориальным и иным политическим амбициям, а также конкурировало бы с традиционным конкурентом Румынии на Балканах, то есть болгарским государством. Кроме того, следует учитывать и экономический фактор, то есть с развитием капитализма в 19 веке нарождавшаяся местная буржуазия оценила выгоды от того, чтобы объединиться в общем национальном государстве, иметь возможность привлекать германский капитал, другие финансовые средства, и тем самым иметь возможность работать на рынке Австро-Венгрии. В 1877-78 году Россия вела последнюю русско-турецкую войну за освобождение Болгарии. По Сан-Стефанскому миру Россия вновь отошла Бессарабия. Стоит заметить, что термин «Румыния» появился лишь в 19 веке. Говорить о румынах ранее названного срока представляется несерьезным. Также важно отметить, что молдаване никогда не считали себя румынами и всегда тяготели к России. Такая картина сохраняется и в настоящее время. По всем опросам, когда бы они не проводились, какое бы время они не проводились за последние годы, не менее 70% населения высказываются и про российские симпатии. И самый популярный политик за последние 11 лет в Молдавии – это Владимир Владимирович Путин. Его рейтинг за эти годы ни разу не снизился ниже 70%. Но в принципе он держится на уровне 72-73%. Я думаю, он значительно выше, чем сегодня непосредственно в России. А в 2008 году, в августе месяце, когда произошла вот эта Южно-Осетинская война, то по всем опросам, которые проводились, а проводились опросы одной румынской, одной молдавской тогда вот в августе социологическими службами, так вот по обоим вопросам, 80% населения Молдавии – это без левобережья, поддержали Россию в этом конфликте с Грузией. Присоединение Бессарабии к России по итогам русско-турецкой войны вызвало в Румынии, а также у творцов румынского проекта, немалую озабоченность. Добившись независимости, румынская элита стала искать возможность для антироссийских альянсов с целью отторжения Бессарабии в свою пользу. Уже в 1883 году в Вене был подписан тайный румыно-австро-германский союзный договор. Фактически, речь шла о союзе против России, после разгрома которой Румыния должна была получить Бессарабию. Агаки – присоединение Румынии к Тройственному союзу. С самого своего появления Румыния все время претендовала на земли своих соседей. Бухарест заявлял права на российские, болгарские, австро-венгерские и сербские владения. В 1913 году Румыния отняла у Болгарии добруджу. С началом Первой мировой войны Румыния вновь стала претендовать на земли соседей, но боялась вступить в войну. С началом в России революционных событий для Румынии настало золотое время. И Румыния, надо сказать, в полной мере воспользовалась ситуацией, оккупировав и территорию Бессарабии, оккупировав и территорию Северной Буковины. А как государство-победитель, она смогла еще и добиться тех территориальных превращений за счет и Трансильвании, за счет Южной Добруджи, на которые, собственно, также рассчитывала, ведя переговоры с государственным блоком Антанты. После захвата Румынией Бессарабии на покоренных территориях начались беспрецедентные притеснения молдавского и русского населения. Преследование молдаван, осуществляемое Бухарестом, доказывает, что молдаване для румын абсолютно чужие люди. В Бендерах, в городе, который сейчас относится к Приднестровью, но в период с 1918 по 1940 год находился под оккупацией румынских войск, есть несколько памятных знаков, мемориальных знаков, посвященных как бендерским восстаниям и расстрелам, например, железнодорожников, других мирных граждан, так, к примеру, и французским войскам, которые были здесь в качестве экспедиционного корпуса, и, видя те зверства, которые чинились румынскими оккупационными властями, они встали на защиту местного населения, горожан Бендер, и позволили мирному населению выйти из зоны проведения карательной операции, за что 20 человек из французского этого корпуса были впоследствии расстреляны. И вот в память об этих событиях на бендерском мемориальном комплексе есть памятный знак, установленный в их честь от благодарных жителей Бенгал. По всей стране стон стоит от края до края. Беззаконие, издевательство, глумление.